всем привет друзья в общем закончились у нас выборы и кого же мы выбрали кто у нас кто нами будет руководить и что нам ждать от этого руководства интрига друзья интрига она сохранялась до последнего момента даже сейчас непонятно кто там чё там за кого там когда чего и почему вот но это конечно шутка друзья я уже 20 лет живу в германии и кого бы вы не выбирали все равно они там между собой договорятся и придут к власти именно те люди которые мы им там выгодно дело в том что в германии нет прямых выборов да вы выбирая партию отдаете ей голос и они там уже сами распределяет выбора президента или канцлера не существует на соответственно мы имеем то что имеем а имеем и друзья на сегодняшний момент непонятную коалицию вот так как правящая вот коалиция была спд с cdu то сейчас они не хотят не хотят разговаривать между собой потому что уже друг другу надоели но в принципе и людям тоже соответственно количество голосов полученных на этих выборах у cdu намного меньше чем в прошлый раз до квота недоверия очень сильно выросла скорее всего это связано с миграционной политикой и связано с тем что не производится никаких не происходит никаких реформ люди ждут когда же все таки наши пенсионеры заживут достойно они на ту 48 процентную пенсию которая гарантирует правительство да если сравнить ее с другими странами такими как австрия там швеция швейцария и норвегия где допустим в той же сама австрии там гарантирована пенсия около 80 процентов швеции может быть поменьше но там немножко другие у них свои фишки и плюшки и поддержка от государства и так далее и тому подобное в общем здесь как бы тоже нужно проводить но за это время ничего не было сделано единственное что говорильные демагогия от тех же левых от тех же зеленых и проталкивание зеленые всякими разными идиотскими законами вот который просто-напросто всех достали но это как бы не самое главное самое главное что за зеленых в этом в этот раз еще больше проголосовала да у нас как бы пришли и вот эти молодые греты тумберг до молодежь которая исключительно голосует за фдп или за зеленых которых очень сильно волнует права растений да это кстати тот вопрос который попадался мне вопросники который вас ориентирует за какую же на партию отдать ваш голос я говорил в прошлом своем видео о том что я проходил опросам много было вопросов посвящена разных разным темам и конечно было видно откуда ноги растут какие партии это подымает но друзья права растений но это уже чересчур да ладно там животные да ладно там человек здесь наши пенсионеры живут плохо они думают о правах растений ну это что вас посадят за то что вы неправильно посадили помидор или вовремя его не полили у вас он засох и вас за это посадят или накажут но это какой-то бред вот вы знаете ну мне кажется что вот партия зеленых практически все там без исключения они там все бредят да когда вот придумывают такие законы такого же такой же направленности и fdp ну если допустим исключить вопросы касающиеся экономики это все-таки более такая точная наука но то что касается социальной жизни человека и так далее то они далеко от зеленых не ушли соответственно видя вот это все и и невозможность на что-нибудь повлиять и изменить да отдавая свой голос за ту или иную партию не будучи гражданином германии я уговаривал жену чтобы она голосовала за консерваторов все-таки я в душе больше допустим консерватор чем демократ да мне вот эти вот гвоздики в пупке в носу кольца татуировки вот эти вот лгбт радужные без одного цвета радуги и так далее вот это вот мне не по душе я это не воспринимаю никак вот и соответственно не могу голосовать за эти в общем я разочаровался в том что партия именно правящие именно консерваторы при них вот эти вот законы пропихивались они этому никак не воспрепятствовали да хотя хотя если допустим посмотреть на название до партии то христианские демократы у них уже как бы подразумевается в том что их базовые принципы жизненные на которые они опираются это христианство в христианстве в библии как и в других допустим религиозных книгах конкретно написано что является грехом что является каким излишествами нехорошими вот а что хорошо для человека вот но почему-то эти базовые принципы были попраны соответственно уже начиная с позапрошлых выборов вот когда я получил право голоса я уже не голосую не за cdu не за спд хотя допустим некоторые моменты касающиеся вот мне близко по душе это то что касается какие рабочий человек мне касается работы чтобы у нас было хорошо оплачиваем работа до чтобы допустим фирмы не искали лазейки как может там обмануть своих рабочих и защита от государства в виде хорошие пенсии до чтобы человек не думал что же ему покушать завтра получая свои допустим там 400 евро до за пенсию отработав при этом 20 лет приехав сюда в германию потратив свое здоровье и продолжая еще работать и почему вот люди здесь еще остаются на работе потому что пенсии у особенно у наших приезжих соотечественников которые покинули родину приехали сюда в надежде на то что будет жить по выходе на пенсии практически ничего не получает пенсии очень маленький вот и чтобы именно вот это вот было ну что-то что-то сделали но вот почему-то этого не делают а как бы борется за то что не является там важным о том как собачки там как вы писали они уже все загадили да и нет никаких мер воздействия на то чтобы эти собаки не гадили на обычных допустим газонах где гуляют дети у нас на нашей улице засрали этих там пять собак они засрали так что если вы выходите в машину если вы не уделались да то это я не знаю можно считать что день прожить не зря но зачастую бываешь и делаетесь так что невозможно конечно хотелось бы чтобы было больше порядка вот но дело в том что не зеленый не в дп они как бы не за вот эти вот жесткие порядки они наоборот за либерализацию всего чтобы знаете чтобы как бы пытаться внушить вот этим вот мигрантам приехавшие с африки внушить что вот то что он делает это нехорошо чтобы он посещал там сточасовые курсы за счет государства вот он приходит слушает ему говорят да 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 в конечном итоге он идет опять то же самое делают ему эти курсы продлевают да пальчиком грозят ему там показывают разные картинки помните как во франции когда был теракт что сделало правительство этого города где прошел теракт они пошли рисовали картинки там мелом на этом на асфальте и там писали на нас не запугать до выгнать всех взошли посадить ввести смертную казнь расстрелять всех на хрен вот это единственный мир будет бояться чтобы остановить эту миграцию не нужно там вот как они говорят там там я не знаю развивать экономику закрыть на хрен границы и все и не пускать никого но вот это вот она это это не произошло народ недовольны и вы знаете в этом году наверное около семи процентов проголосовали за какие-то там левые партии вот еще неизвестно явка насколько была явка но я допустим не знаю не нашел такой информации насколько много приходило и голосовало людей за за партии может быть явка даже намного меньше чем в прошлый раз вот и я думаю что просто-напросто люди разочаровались а так как зеленые активисты да или те кто поддерживает партии зеленых это вечно такие знаете ищущие где какая активность где какой протест вот куда пойти попротестовать там покричать по горлане вот и они очень активно себя ведут и голосуют всегда за свою любимую как говорится партию и соответственно вот имеем вот такой вот результат что они оказаны на третьем месте фдп на со своей программы оказывается на четвертом а и в д только оказывается на пятом месте хотя хотя практически все русскоязычные это около двух или трех миллионов проживающих германии голосовали за афд но еще две земли в бывший гдр которые проголосовали тоже большинстве своим случаем на практически на всех избирательных участках победили именно афд но этого недостаточно масштабе страны чтобы что-то можно было изменить чтобы можно было какую-то там внятную программу да вот принять чтобы действительно людям легче стало жить это уже германия как бы она вот вы знаете как отреагировал макрон на выборы в германии он сказал что мы будем сейчас биться за первое место за лидерство европы до этого до этого всегда была именно германия она была на ведущих ролях она была очень сильная и сильный политик меркель на международном уровне и так далее но сейчас да с приходом зеленых фдп это все ослабляется потому что если послушать те же самые дебаты когда приглашают ну даже спд там cdu зеленых зеленый такую начинает ахине унести они вот можете себе представить они готовы пойти на то что будут транжирить бюджетные деньги да это наши с вами налоги деньги налогоплательщиков будет транжирить на то чтобы покрывать дефицит чего-то ну допустим сейчас энергетический кризис до развивается они готовы платить на это но они за то чтобы ввести санкции допустим против россии чтобы не использовать мощности северного потока 2 вот можете если этого представить они этим одержимы вот вы знаете мне это напоминает немножко говорили до революционную россию это так начиная 1890 года вплоть там до 1917 года вот когда студенты ходили на всякие собрания когда они там высказывали свои мысли вот об этом очень хорошо пишет достоевский и вот если послушать о чем говорили там студенты вот это ахинея вот это вот раскольников его рассуждение о том что бабка процентница не дает жить молодым вот это то же самое мне кажется что придя к власти и действительно если это коалиция будет править последующие там четыре года то нас ждет вот вот именно вот 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 такое вот да разборзаривание страны и будет огромнейший дефицит в бюджете которую ну очень трудно будет залатать и кроме как повышение опять же налогов да и ничего не сделают ничего не сделал потому что только пустозвоны и пустобрехи у них только длинные языки которыми могут чесать толком ничего сделать не могут только вот разрушить разрушить это легче всего а вот что-то созидать до договариваться это труднее всего сможет ли спд совладать с этими вот амбициями зеленых и фдп этого я конечно не знаю ну вот но уже заметно нервозность саду потому что реально вырисовывается вот этот правительство но вот и они не знают что делать набери немножко больше голосов можно было в принципе призвать такую партию как афд может быть может быть что-то и получилось но вот те же самые зеленые обвиняет ее в том что это все националисты вот это все очень плохие люди но вот я допустим вы смотрите мой канал про цветочки нельзя сказать что я там плохой человек и нормально отношусь на нахожусь в многонациональном коллективе работаю и никому никаких претензий нет да вот но в то же время в то же время по своим предпочтениям и политическим взглядом социально-политическим экономическим и так далее да я именно больше подхожу под партию афд вот и назвать меня экстремистом там или еще кем-то но это уже чересчур вот такое только ну я не знаю что то наверно с головой не в порядке у кого-то но таких вот одержимых людей очень очень много и мне кажется что как раз таки вот это вот страдающие одержимостью идеи вот такие знаете революционер мы нахрен все поразметаем вот создадим все новое вот это вот мне как раз напоминает россии не хотелось бы чтобы в германии произошла какая-нибудь революция которая приведет каким и не хотелось бы чтобы связи с приходом очень либеральной власти радикали радикализировался народ потому что все после этого могут пострадать вот особенно приезжие начнут выяснять каких размеров у тебя череп разрез глаз и так далее в общем какая-то жесть если честно вот и конечно же в политическое решение или в политической жизни но я полностью разочарован посмотрим конечно что из этого выйдет конечно нужно смотреть на те результаты и законы которые будут применяться если вдруг будет какой-то сдвиг ну тогда ладно там пожалуйста да вот но если ничего не будет происходить и будет становиться все хуже и хуже если мы будем ходить и поклоняться каким-то цветочкам и растениям но это тогда уже это реально тогда будет жесть вот но сам думаю сейчас по я поеду и поклонюсь своим цветочкам на даче потому что это единственное остается такой оазис нетронутый где я могу быть на природе освободиться от этих всяких дурных мыслей и не заниматься этой политикой на этом все друзья всем пока увидимся